друзья приветствую дмитрий из питера прислал с дек образцы масла синтек платином это опять бы 5 описание не было в коробке поэтому приведу его здесь из range rover sport дизельный на чипе 300 сил причем чип уже 140 тысяч километров как установлен общий пробег 286 по моему тысяч ну данные я приведу значит все уже вот я подготовил сделать и талончик синтек платином окей сейчас проверю свежие проверю отработку и покажу вам через несколько секунд результат не выключайтесь ну как я и говорил результаты готовы давайте ознакомимся значит смотрите синтек платину корреляция по пирсона значит максимальное совпадение это у нас газпром премиум n540 далее идет синтек премиум 040 и потом полимериум отличие от газпрома у нас получается тоже полнозольник оба масла полнозольные только одно масло с пониженной вязкостью значит отличие 1 и 4 процента то есть очень очень близко стоят кто кому интересно может остановить видео и посмотреть рассмотреть подробнее так следующая картинка это у нас спектр которая область спектра которая отвечает за состав здесь я наложил смотрите красная линия это синтек черная газпром они видите практически совпадают видно что это гидрокрекинг и вот особняком стоит devon speedmaster c3 масло видно что в нем есть пау видите пик выше чем два других масла да вот здесь видно наглядное отличие масло с пау и обычного ну и область спектра в которой видно эстер и смотрите значит по сукцинемидом максимальный уровень у газпрома видите черная линия это пик более такой левый значит devon на втором месте и вот этот синтек меньше всего содержит ну и также то же самое можно сказать относится и к стр а у devon самый максимальный пик ну значит данные по свежему вот видите синтек платином 530 опять окисление нитрования окисление 746 нитрования 473 достаточно низкий уровень меньше 5 противоизносных присадок 0,74 процента фенольных антиокислителей 0,14 ну совсем низкий уровень вот если это вообще не погрешность и аминных но аминных уже да так нормально больше процента 1,06 высокое щелочное 926 напомню что это гос для отработки гос для свежего дал бы наверное десять с половиной примерно и достаточно низкая кислотная 169 вязкость типичная для а 5 1042 значит при 100 градусах неплохо в общем то все и следующие следующие данные это у нас тот же платином только rrs ведь range rover sport 3 литра дизель 231 моточас бензин дистоплива прибор не видит окисление нитрования потихоньку нарастает но кстати не сильно противоизносных присадок остаток 58 процентов еще неплохо фенольных антиокислителей по нулям но их и было мизер 14 сотых и аминных совсем неплохо больше 83 процентов следующие два показателя кислотное и щелочное здесь все тоже очень неплохо смотрите 664 кислотный остаток и 241 щелочное то есть запас еще приличный вязкость 10 и 3 просела незначительно практически не изменилась вязкость отличный показатель и вот самые тревожные это этиленгликоль 076 процента это много гликоля сочетании с водой 037 это говорит о том что в масло попадает антифриз и сажа топливная работает идеально для такого пробега одна десятая всего сажи супер ну видимо влияет еще и отключенная экология ну вот прогноз по этому маслу смотрите значит значение которые были которые стали километры моточасы прогноз по мощи нейтрализующим свойствам практически 470 моточасов но из этого автомобиля уже третий анализ и всегда вот показывать такие ну отличные цифры 12000 километров интересно получилось по нитрованию 50000 ровно и 1900 моточасов до видно что достаточно спокойный режим езды ну на мой взгляд проблем особых у нас мотором я не вижу кроме вот антифриза ну и по вязкости тоже все все отлично ничего не льет ничего не разжижает прекрасно прекрасные показатели мне кажется для такого недорогого масла да не забывайте пожалуйста поставить лайк да или дизлайк подписывайтесь на канал кто не подписался нажимать колокольчик так вы не пропустите уведомления о новых видео ну и можно подвести итог мотор работает отлично несмотря на такой серьезный пробег уже под 300 тысяч причем 140 тысяч на на чипе 300 сил вот относительно антифриза я поделился с владельцем и дмитрий сказал что перед заменой перед заливкой этого масла была проблема с утечкой антифриза и меняли значит теплообменник возможно это следы старого значит антифриза где-то остались там не не знаю вот или все-таки ну надо последить надо посмотреть за эмульсии обратить очень пристальное внимание на этот момент потому что антифриз очень плохо особенно здесь большое количество его в моторе это очень негативное воздействие на мотор сокращается и противоизносная присадка и антифриз кристаллизуется на вкладышах читал статью значит под высоким давлением и температурой кристаллизуется и как вот кристаллики соли образуется и они прямо буквально вспахивают вкладыши поэтому если есть следы такие обязательно надо разобраться понять где чего вот чтобы уже спокойно спать а так особых проблем с мотором нет и противоизноска вы видели и топливная работает отлично вот ну и что можно сказать за ту стоимость которую просит синтек за свое масло я считаю что это отличное сочетание цены и качества благодарю дмитрия за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока